Значит, слово импровизация. Ну, слово импровизация. На что похоже? Вот в аптеке есть какой-то человек, его зовут, кажется, провизор. Это тот, который даёт вам лекарство и приблизительно знает, или, по крайней мере, может предвидеть, как это лекарство на вас действует, правильно? А приставка «им» в латинском языке означает «не». То есть это значит «непредвиденное». И без импровизации час не может существовать. Правда, Игорь? И сейчас будет одна такая импровизация. Александр Барико, великий итальянский писатель, между прочим, музыкальный критик, написал пьесу, которая до сих пор называется «Пианист Новичандо». Пианист Новичандо. И сейчас будет одна такая история, импровизация, о том, что однажды произошло на одном океанском пароходе, который назывался «Вирджиния», пароход назывался, и на этом пароходе играли джаз и, конечно, импровизировали. Игорь Негода. И единственная вещь в жизни, которая меня тогда волновала – это «Игра на трубе». Поэтому, когда оказалось, что на пароход «Вирджиниц» нужны люди, там, в порту, я встал в очередь. И моя труба тоже встала в очередь. Это был январь 1927 года. «А у нас уже есть музыканты», – сказал мне какой-то тип из компании. А я сказал, что я знаю, что у вас уже есть музыканты. И заиграл. Он стоял, пристально глядя на меня, не трогнув ни одним музыкантом. Молча ждал, когда я закончу играть. А потом он спросил, а что это было? А я ему ответил, я не знаю, что это было. И тогда он сказал, что если ты не знаешь, что это было, то это был час. А потом что-то странное произошло с его ртом. Возможно, это была улыбка. У него был такой золотой зуб в самом центре. Так что казалось, что он выставил его, как на витрину, выставил его на продажу. Потому что они сходят там, наверху, с ума от этой музыки. Там, наверху, это значило на пароходе. И эта улыбка означала, что они меня берут. Мы играли. Мы играли по три-четыре раза в день. Сначала мы играли для богатых из первого класса. Затем мы играли для тех, кто был во втором классе. И иногда мы шли к этим бедолагам из-за мигрантов. И мы играли для них. А они иногда играли для нас. И мы играли для них такие, какие мы есть. Мы не надевали никакие фуражки, никакие сюртаки. Мы играли, потому что океан был огромен и наводит страх. Мы играли, чтобы люди не замечали, как проходит время. И чтобы они забывали, кто они и откуда. Где они? И куда они плавают? И мы играли танцы. Потому что когда ты танцуешь, то ты не можешь умереть. И ты чувствуешь себя Богом. И мы играли рэг-тайм. Потому что рэг-тайм – это та самая музыка, под которую танцует Бог. Когда его никто не видит, это та самая музыка, под которую танцевал бы сам Господь Бог. Если бы он был. Если бы он был. Если бы он был чернокожен. Аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Ребята, из нас выйдет прекрасный оркестр. А сейчас надо нас, что значит больше никогда. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»